Монополисты, предоставляющие горожанам коммунальные услуги, обязаны отчитываться о проделанной работе и потраченных деньгах. Уже подсчитано, что акционерное общество Кастрансгазаймак в 2015 году на реконструкцию сетей израсходовал 2 миллиарда 800 миллионов тенге. В этом году на аналогичные работы газовики планируют выделить 3 миллиарда тенге. В итоге число газофицированных домов возрастет с 82 до 95 процентов. Пока же из 81 района Шимкента голубого топлива нет в 11 районах областного центра. Так как монополисты предоставляют услуги населению, они должны говорить и о затраченных средствах с предоставлением официального отчета. Мне кажется, так будет правильно. Люди должны знать, куда и откуда вливаются деньги. В прошлом году сотни тысяч жителей города были обеспечены питьевой водой и качественной электроэнергией. Показатели по сравнению с предыдущими годами выросли, правда, ненамного – на 5,6 процента. В ближайшее время в городе планируется запустить 12 проектов по энергообеспечению и сдать в эксплуатацию 7 объектов по подаче питьевой воды. В результате прокладки водной магистрали мы можем обеспечить питьевой водой такие районы города, как Интымак-2, Турлан-2 и Жанаталап. Градоначальник отдал распоряжение всем руководителям коммунальных структур извещать население о проводимых работах и планах. Это не капризы городской власти, а необходимое требование для развития шимкента в ближайшие четыре года. Бахром Абдулаев, Талгат Абдинабиев, Дельшат Адашев, информационная служба телекомпания «Утрар». Продолжение следует...